Соответственно, я написал по-старославянски «Святага, глупага, глупого образования». Вот вы видите, кот-енот, недалеко сегодня кот-енот, вероятно, его хозяйка Марина Дмитриевна Гуменна немножко спала, больше, чем обычно, и кот был страшно рассержен. Вот как бы зло мяукал на нее и отвел к подоконнику, который вы видите, потому что там уже был голубь, а Мария Дмитриевна спала, как я понял, и она голубя в обморе не покормила. Ну, соответственно, вот кот-енот завел себе друга, голубя, который живет у них на подоконнике. Ну, идемте дальше, который вы видите, подоконник вы видите. Соответственно, почитайте, пожалуйста. Вот это такой уровень вопросов, связанный со школой. Я смонтировал это с вопросами. Давайте, со следующим вопросом, давайте посмотрим. Это вот вопрос уже Алексея Александровича Самойлова. Он уже касается таких взрослых, думающих людей, то есть это явно не в школе, это постарше и так далее. Ну, соответственно, ничего хорошего я сказать не могу. То есть некое исходное допущение. То есть мне казалось, я провел какое-то количество семинаров, десятков, серию конференций в 80-х годах еще. Мне казалось, что можно объяснить учителям школ, питерских школ, какие-то элементы ТРИС, они будут способны это внедрить в школьную программу. Авторитетно говорю, с удаленности, вот сейчас 2022 год, а я рассказываю о мемчатых. Это абсолютно бесполезно, абсолютно бесполезно, Грохов стенку. То есть никаких реформ, вот таким образом, в школах не будет. Аналогично надеяться же на каких-то философов, экзистенциалистов и так далее, и так далее, вот тоже нельзя. То есть экзистенциалисты бойко, особенно в Германии и Франции, бойко болтали студентам. Как бы студенты, в принципе, воспринимают любую ерунду. То есть я думаю, что любой экзистенциалист, я читал тоже эту литературу, соответственно, в моем присутствии поговорил бы минуты три, но пять – это из уважения просто, гостью страны, если он не россиянин. Дальше бы полтора часа я бы валил бы философа, экзистенциалиста, мне все равно, я бы его валил бы профессионально и грамотно и так далее. И мы узнали бы истинное место дурака-экзистенциалиста в культурно-исторической перспективе. Давайте следующий слайд. Соответственно, вот для того, чтобы готовить какую-то прослойку, где увеличивается, гарантировать нельзя, где увеличивается вероятность, вы видите, что нужно просто сделать, физически сделать. Обращаю внимание, что никакие-то активные группы учителей, активные группы родителей при социальных сетях, при Ютубе и так далее, и так далее, вообще о властях я даже не говорю, они просто не в состоянии это сделать. Было безумное количество разговоров про педагогов-новаторов в 80-х годах и так далее, и так далее. Вот они тоже были не в состоянии сделать. То есть самые разные стороны общества, то есть власти, сами педагоги, активные родители, перспективные родители занимались чем угодно, то есть ерундой, они не занимались, они просто не в состоянии это делать, авторитетно говорю. Кто хочет со мной поспорить, пожалуйста, под видео поведите данные. Они не способны играть в стратегические игры. У нас, надеюсь, и надеюсь, в случае по деревяшке, сейчас в чате есть люди, которые потихонечку понимают, как надо играть в стратегические игры. Потихонечку, я надеюсь, у всех может получиться, это другое дело, да? Ну, давайте, следующий слайд. Вот, соответственно, вы видите далее. Далее, что не сделано. То есть это некоторые необходимые элементы, то есть обыкновенный велосипед без цепной передачи, он превращается в самокат. Ну, не очень удобный, кстати. Вот должны быть все элементы. Ну, соответственно, если есть цепь, но нет какой-то из шестеренок, то тоже, ну, тоже самокат, то есть еще с гремящей цепью, то есть еще хуже, наверное, да, то есть как бы и так далее. То есть должно быть какой-то минимальный набор, он должен быть сделан чистыми руками. Там возможны деньги, но сначала как бы дело, потом деньги. Есть такая поговорка, что в творческих профессиях бабки тебя догонят. То есть делай дело, вот, и рано или поздно бабки тебя догонят. Вот если сходу же, а давайте, зарабатывать на детях, таких центров, как бы, безумное количество, которые набиты халтурщиками, которые, как бы, обманывают детей, их родителей, под видом, что они там занимаются развитием творчества и так далее, и так далее, и так далее. Ну, соответственно, мы сейчас подвигаемся дальше. То есть, ну, то, что нужно делать, написано на... А на чешку еще, да. Соответственно, агентство статистических инноваций обещало устами Дмитрия Пескова, некого сотрудника, советника президента, в моем понимании, в профессиональном понимании, некомпетентного, уже обещало университет, где будут учиться, слушайте внимательно, миллиарды студентов. Соответствующая видеоцитата у нас есть, то есть, отвертеться не удастся. Соответственно, контрольный вопрос, профессиональный, жесткий вопрос. А в агентстве статистических инициатив, в Сколково, есть ли хотя бы один? Я знаю, что двух нет. Приличный доклад по телу и творчеству, развитию личности, развитию команд и так далее. Мои коллеги и я, которые иногда посматривают, она мне посылает все материалы, пока такого не нашли. Надеяться в том, что сам студент, школьник и так далее, уподобится Игорь Леонардовичу, поставить себе и другим людям массу навыков, разработать массу технологий, нельзя. Это очень редкие люди моего уровня, как бы, да. Соответственно, львиная доля преподавателей, в том числе вузовских, они годами, десятилетиями, начиная с 80-х, когда я их наблюдал, они не в состоянии для спецкурса своего вуза собрать несколько десятков примеров. Это доценты вузов, на всякий случай, это доценты вузов. Сейчас при наличии социальных сетей, ютуба, доступа к патентному фонду, это, в общем-то, такое плевое занятие, которое делается максимум месяц. Соответственно, ну вот не в состоянии. Поэтому еще раз смотрим на экран, вот здесь некоторые минимальные требования к велосипеду, извините, вот к некоторой работе с гражданами России. Если Россия хочет быть конкурентоспособной страной, если хочет. Если и хочет, ничего этого делать не нужно. Вот, ну идемте дальше, посмотрим. Вот, соответственно, продолжаю отвечать на вопрос Алексея Александровича Самойлова. Соответственно, вот задачник по смыслам, задачник по большим целям, да, он полезен. Не факт, что люди будут соглашаться, но хотя бы они не будут тренироваться сами на себе. То есть, они хотя бы увидят, что мир большой. Мир большой имеет много параметров, а не только те, которые есть в его убогой семье, ну, либо в ее убогой семье. Почему говорю про убогую семью? Как только человек начинает пытаться расслопаться крыльями, первое ограничение, как бы, это семья. Первое ограничение – ближайшее окружение. Соответственно, я не пытаюсь, как бы, там, что-то плохо сказать про семью, я просто говорю, что, как правило, если вы начинаете хлопать крыльями, то семья убогая, она мешает, как бы, она мешает, да. Ну, идемте дальше. Вот, соответственно, здесь вот, скорее всего, нужно читать, нужно читать. В определенном смысле эти вещи мы говорили много раз. Ну, раз у нас консультация, то есть, посмотрят какие-то еще люди новые, то полезно. За каждое из этих фраз, как бы, есть некая статистика, статистика, статистика. То есть, я не уподобляюсь каким-то малахольным бабам, которых вы можете найти на Ютубе и в социальных сетях, которые соответствующую чему выдумывают из головы. Вот здесь вот как раз очень много ошибок, как правило, умных людей, которые пытались хлопать крыльями и не взлетели. Соответственно, вот, хитрая лисья мордочка, это некие дополнения к стандартному бизнес-плану, который тоже хорошо бы знать. Вот, это стандартные вопросы, по которым люди, как бы, не могут развить какие-то простейшие проекты. Еще и еще раз, значит, сотни, то, что я знаю, сотни доцентов вузов, московских, питерских, о регионах я даже не говорю, они за десятилетия не могут собрать несколько десятков примеров и сделать нормальный небольшой курс для своего вуза. О том, что делать коммерческий продукт, доцент даже не может вообще помыслить об этом. Ну, не в состоянии, да, бывает. Кто из доцентов хочет обидеться, пожалуйста, до посинения от меня отскакивает. Пожалуйста. Идемте дальше. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо, недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, а иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да. Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс.Маня или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, там, сто процентов, как бы, да, там, сто процентов, как бы, так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орет, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому еще и еще раз, на этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще и еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему, это развивает.